Я вышел сюда, потому что продолжается неправильная внешнеэкономическая политика. Почему не принимает Европа Турцию? Она боится. Что мы-то не боимся? Строить им там и усиливать их в честь атомной энергетики. Вы представляете, что мы делаем? Они должны у нас покупать излишки нашей атомной станции. Вы в Волгодонске достроите еще несколько блоков. И пустите эту энергию туркам. Вы строите... Мы им построили нефтепригонный завод в Измире. Не надо, в Туапсе нефтепригонный есть. Пускай ждут баржи с мазутом на Турецкий берег. Все они правильно делали. В Турции 70 лет назад население было 17 миллионов. У них ничего не было вообще. Советский Союз им поставлял автобусы до войны. Нам себе не хватало. А мы гнать туда автобусы. Строили там предприятия. Мы им построили нефтеперерабатывающие заводы, химические заводы. Электростанции. Мы создали сегодня самое сильное государство на Ближнем Востоке. Армия турецкая, самая сильная в блоке НАТО. Миллионная армия. У немцев 300 тысяч. Немцы это уже не солдаты. Турецкие солдаты. Основа сухопутных войск НАТО. 150 миллионов турок через 30 лет. А у нас будет уже 100. Иран будет 150 миллионов. А у нас только 100. Афганистан с Пакистаном 200 миллионов. И вот это 500 миллионов, это крупное исламское государство. Объединенные религией. Это не советская идеология. Портреты повесть Ленина Макса. Это религия вековая. Самая мощная сегодня, сильно сплоченные все. Они же сомнут Армению. Сомнут ее полностью. Соединятся с Азербайджаном. Вместе с Ираном ворвутся в Среднюю Азию. Создадут великое турецкое государство Туран. И великое исламское государство вместе с Ираном. С шиитскими частями Средней Азии, Азербайджаном. Вы понимаете, что они против нас с удовольствием объединятся. Потому что мы христиане. А они все мусульмане. У них есть что их сплачивать. У них язык сплачивает. Турецкий язык это азербайджанцы. Туркмены, узбеки, киргизы, казахи, татары, башкиры. А кто по-русски там говорит? Вот это же проблема. Надо понимать, что это имеет большое значение. И Ирану ближе к Туркмене у них есть свои туркмены. Ближе к Азербайджану шииты. У них есть что-то сплачивающее, соединяющее. У нас на них влиять нет ни одного инструмента. Но мы их вооружаем. Ведь не обязательно патроны поставлять. Сегодня все решает энергия. Мы им даем самое главное, энергию. Строить надо, но далеко от границ России. Чтобы никто никогда, получив мощь от России, нам бы не мог угрожать.